МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полевой сезон 2021 для поисковых отрядов Одинцовского округа оказался результативным. Им удалось обнаружить сразу два самолета времен Великой Отечественной войны. Как были сделаны находки, разгадана ли тайна летчика Аркадия? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии руководитель поискового отряда «Китиш» Антон Кузнецов и руководитель поискового отряда «Вымпел» Владимир Олейник. Здравствуйте! А я призываю телезрителей звонить к нам в студию по телефону 8-495-508-86-84 и задавать свои вопросы гостям. Ну, наверное, начнем с конца. Вот так получается. Можно полевой сезон уже объявлять закрытым? Или пока еще рано? Рано. Рано. Что в планах ближайших? Если рано, значит, есть планы. Значит, куда-то собираетесь? Во-первых, отметим тот факт, что, наверное, в этом году он не только таким количеством находок, каких-то открытий ознаменовался, а ознаменовался такой какой-то максимально плотной работой максимального количества коллективов поисковых, военно-патриотических Одинцовского, городского окра. И я думаю, что, наверное, это и привело, то есть консолидированную часть, оно привело к такому масштабу вот этой работы. И действительно, то есть все наши проекты и раскопки на местах боев, и по авиапоиску, и по партизанской тематике, они будут продолжаться до поздней-поздней осени, до начала зимы, пока земля не будет скована льдом. А с чего же этот полевой сезон для вас начался? Владимир, вам слово. Прежде всего, я поддержу Антона Валерьевича, скажу, что в этом году нам действительно удалось сплотить три коллектива. Это прежде всего поисковый отряд «Китиш», поисковый отряд «Вымпел» и молодежно-патриотический клуб «Азимуд». Все три отряда, они плодотворно работали в полевых экспедициях, и мы видим с вами эти результаты. Прежде всего, первая у нас значимая находка в этом году была, это в деревне Липке, рядом в лесном массиве. Нами были обнаружены фрагменты самолета У-2, которые были подняты совместно этими нашими отрядами. По результатам работы мы определили, что это действительно самолет У-2. Был найден шильдик с этого самолета, заводской номер этого самолета 149-31. В дальнейшем, благодаря архивным... Вы пока всю интригу-то не открывайте, мы еще с вами об этом поговорим. Хорошо. Подождите. А до самолета чем занимали? Самолет был в августе, обнаружение его, работа наверняка начисленная в июне. Вот что делали? Я так понимаю, что заканчивали историю санитарным захоронением. Это, наверное, госпитальное захоронение возле деревни Сивково на Минском шоссе. То есть это теловой район, там стоял госпиталь. И действительно, несколько лет назад эта история началась, когда среди лесного массива обнаружили заброшенную стеллу с надписью «Никто не забыт», «Ничто не забыт». Было непонятно, к чему это вообще относится память, ни в каких реестрах он не значился. Ни одна администрация не смогла ответить на вопрос. И внесли его в план Министерства обороны, исследований поисковых. И тоже совместно, консолидированными силами, выехали. Было несколько экспедиций на местности. И эти полевые работы, они показали, что, видимо, это госпитальное захоронение массовое, там несколько было ям, значит, с захороненными военнослужащими, оно, его когда-то начали переносить и по какой-то причине не закончили. Оно оказалось заброшенное. И мы вот этим составом из нескольких коллективов закончили это дело. Архивные данные показали, что фамилии людей из этих захоронений, они уже выбиты на соседних братских могилах. И останки 36 военнослужащих, красноармейцев, они были в этом году торжественно перезахоронены в братскую могилу деревни Сидоровская. То есть, наконец эта работа была завершена, вот уже можно констатировать. По факту, да, мы навели порядок. Ну а сейчас мы плавно перейдем к теме У-2. 20 лет поиска увенчались успехом. Одинцовские поисковики в лесу между деревнями Ларюшина и Липки нашли местопадение и фрагменты легендарного самолета У-2, сбитого в декабре 41-го года. Давайте посмотрим, как это было. Ну, это, скорее всего, один из узлов крепления крыльев, либо хвостового оперения. Летал на самолетах Л-39, Ту-134 УБЛ, Як-18 и вертолете Ми-8. А вот на легендарном У-2 летчику-штурману Сергею Саранцеву полетать не довелось. Но именно благодаря его опыту, возможно, удастся восстановить историю небесного тихохода, сбитого над деревнями Липки и Ларюшина в декабре 41-го года. Мы пехотинцы, вот, нам ближе, как говорится, гильзы, снаряды, вот, винтовки, ножи, полетчикам, детали от самолетов. Так что, наверное, и заслуга его большая в этом деле. Можно было пройти мимо этого кусочка алюминия, вот, однако он не прошел. Поиск с почти 20-летней историей. В его основе рассказы местных жителей и фрагмент из дневника немецкого офицера. Начало декабря 41-го года. Три советских биплана бомбили фашистскую батарею в деревне Липки. Возвращаясь после бомбометания, они снизились над деревней полицы и начали сбрасывать листовки. Находившийся в охранении немецкий часовой, скинув карабин, тремя выстрелами смог поразить одну из наших машин. Раненый летчик уклонился влево. Второй пилот выпрыгнул с парашютом. Упал на нейтральной территории. Разбился. Высота была небольшой. 3 декабря в деревне Палицы местные жительницы похоронили летчика. Известно только имя – Аркадий. Был ли он в том самолете? Ответ на этот вопрос теперь предстоит найти архивной группе. Тем более, ключ к разгадке удалось добыть поисковикам. Вместе с крупными деталями самолета они обнаружили шильдик с приборной панели У-2 и его заводской номер. В вооруженных силах он использовался прежде всего тоже как учебный вначале. С началом Великой Отечественной войны стало понятно, что из него получится неплохой разведчик, а также ночной легкий бомбардировщик. За время войны было сформировано, представьте цифру, более 80 полков на этих самолетах. В работах приняли участие поисковые отряды «Вымпел», «Китиш» и «Азимут». Присоединились и добровольцы. Фрагменты самолета залегали на небольшой глубине 10-15 сантиметров. Пригодились не только металлоискатели. «Если это мелкая цель, мы применяем пинг-поинтер». Пожалуйста, Валерия, покажи нам, да, пожалуйста, как этим пользоваться. Вот, ну, практически сразу дает сигнал, тут цель здесь. И вот мы нашли, собственно, эту самую мелкую металлическую деталь. Поисковики говорят, работы еще не завершены. Точку в этой истории можно будет поставить только тогда, когда будут установлены имена членов экипажа, разбившегося у два. Местные жители предлагают установить на этом месте знак воинской славы. Впрочем, по воспоминаниям ветеранов, в этом лесу потерпел крушение ни один самолет, находили алюминиевые фрагменты, которые, возможно, принадлежат бомбардировщику Пе-2. А значит, поисковикам рано покидать этот лес. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». И сегодня мы говорим о том, какую работу проделали поисковики в нашем округе, ну, уже в уходящем полевом сезоне. 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы гостям в студии. 20 лет поисков, наконец, увенчались успехом. Ну, как я уже сказала, вот 20 лет, Владимир, почему так много? Ну, прежде всего, хочу сказать, что самолет-то был маленький. И деревянный, как мы выяснили. Ну, деревянный он был частично деревянный, частично был это самое. На нем все же фрагменты металлические были, в том числе и дюраля алюминиевая, вот, за которую мы зацепились. Да, действительно, поисковыми отрядами нашими, вот, в конце 90-х годов начался поиск этого самолета. Почему? Потому что мы знали, что в Масловском лесу захоронен летчик Аркадий. И для каждого поисковика было честью найти этот самолет, установить фамилию этого летчика, который героически погиб в 41-м году, и я думаю, что вот эти 20 лет всех напряженного труда в этом году воплотились в то, что действительно фрагменты этого самолета У-2 были нами найдены. Вот, совместно вот нашим содружеством поисковых отрядов мы не только определили тип самолета, определили его заводской номер, вы слышали, наверное, что это его номер 149-31, а дальше по архивам мы узнали, что самолет был выпущен в 39-м году на Ленинградском заводе номер 23, числился в аэроклубе, значит, в малых веземах. В 41-м году его передали в особую авиационную группу гражданского вздушного флота, которая вылетала на задание по заявкам штаба ВВС Западного фронта. В частности, 3-го числа, вот вы видели сюжет, эти наши самолеты пролетали над деревней Палицей, да, действительно, немецкий часовой обстрелял наши самолеты, и в том самолете, который мы сейчас с вами нашли, было 6 пробоин, однако, все обошлось благополучно, все три самолета вернулись на аэродром, и 4-го числа уже вылетели на новое боевое задание, благодаря тому, что авиатехники восстановили эти самолеты. К сожалению, 4-го числа, вот, самолет У-2 под управлением пилота Полякова. Теперь мы это знаем. Да, мы это знаем из архивных документов, был сбит в районе Звенигорода, вот, тянул за линию фронта, не дотянул, приземлился на дороге, лесной дороге между деревнями Липки и Ларюшина, буквально под носом у немцев, вот, но благодаря героизму этого летчика он смог не просто уйти от немецко-фашистских захватчиков, которые пытались наверняка захватить его в плен, вот, перейти линию фронта, воевать и пройти всю Великую Отечественную войну. Он, я так понимаю, даже награжден был за этот бой. Владимир Николаевич не сказал, там на месте же следы боя были, то есть там... Следы боя были, да. Значит, на месте, где мы подымали, лежал фрагменты самолета, были обнаружены пистолетные гильзы, наверняка летчик отстреливался от немцев, потому что следы боя только характерны для этого места непосредственно. Я думаю, что поскольку от деревни Рибки это было совсем недалеко, немцы воспользовались возможностью захватить самолеты, летчика, вот, потому что самолеты У-2, как правило, летали на территорию партизан, вывозили секретные документы, вот, донесения возили, и для них захватить этот самолет было крайне важно. Антон, ну, я так понимаю, что это не Аркадий? Ну, теперь мы видим, что это не Аркадий, мы, в общем-то, в своей деятельности опираемся на архивные данные. Владимир Николаевич сказал, что теперь мы знаем, потому что запрос в архив, оттуда архивная справка, самолет с таким-то номером, летчик Поляков, да, и, соответственно, имя совсем не Аркадий, и это нам однозначно говорит о том, что был еще один самолет. И вот Владимир Николаевич, как автор этого проекта по авиапоиску в этой местности, он предполагает, так сказать, нашу дружную команду возглавить в дальнейших поисках вот на этой территории. Что же теперь с Аркадием-то делать? Как теперь дальше искать его? Только через боевую машину, которая, возможно, в лесу ездит? Ну, шансы-то остаются, мы же, там достаточно большая площадь, еще не обследована, дело это, в общем-то... Кропотливое. Кропотливое, совершенно верно. То есть большое количество людей делится на группы с металлоискателями, делят местность на квадраты, значит, руководитель отмечает вам вот эта задача, вам вот это, и целый день ходит, обследует в попытке найти вот какие-то фрагменты военной машины, и за эту точку зацепится, и оттуда потом по спирали расходятся, и нащупывают вот это облако рассеивания осколков, куда оно направляется, где эпицентр. И наибольшее внимание сосредоточают в эпицентре, конечно. Для чего? Вот номерная шильда. Это вот характерный пример для авиапоиска, по которому уже опираемся на архивные даты. То есть военная археология, раскопки на местности служат вот этой опорой для дальнейшего архивного поиска, сопоставления фактов, найденных поисковиками и фактов документальных, они, в общем-то, приводят к таким открытиям, хоть и местного уровня, но с таким тоже серьезным местным эффектом военно-патриотическим, потому что вскрылась совершенно героическая история вот этого боя. То есть это мужчина был не робкого, десятка, да, то есть там машину посадить фактически в лесу, там она, конечно, пострадала при падении, он тоже пострадал, о чем нам документы говорят, да, то есть он травмы получил. Получил еще, да. Да, он, соответственно, покинул эту разбитую машину, вступил в бой с фашистами, значит, перешел линию фронта и воевал и дошел до победного. Это серьезная история. И, конечно, несмотря на то, что человек не погиб, это место совершения подвига, и объективно необходимо там действительно памятную табличку с описанием этих событий расположить. Вот. И такие таблички необходимо ставить на всех местах, которые вот где-то вскрываются, вот эта история, да, где человек, подвиг, вот эти боевые столкновения. Не абстрактно там наши сражались с фашистами, да, а вот конкретно фамилии, номера боевых машин. Вот, конечно, необходимо на местности это отмечать. Не какие-то там размашистые мемориалы, а существует практика вот таких информационных табличек. И я думаю, это нормальная тема, действительно, так надо сделать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Солнцев Михаил Викторович. Очень приятно, Михаил Викторович. У вас вопрос? Вы действительно, поверьте мне, что я смотрю передачу Иржу Антоновна Полинцова, и мне просто хочется пожелать ему, его отряду поисковиков, всего успешного в его деле. Это та память, которая должна жить в каждой семье, в каждой семье. То, что мы добиваемся через нашу патриотическую работу, то, что делает глава нашего Несовского округа Андреевич Иванова, то, что делает Кузнецов, Антон. Мы с ним очень близко знакомы. Я только хотела сказать, что ваше участие в этом тоже преуменьшать не стоит. Нет, это то, что нужно всей России. Это однозначно. Поэтому я желаю, Антон, тебе удачи. Михаил Викторович, спасибо, приятно слышать вас. Я думаю, что в моем лице вы желаете удачи всем поисковикам Одинцовского городского округа. Спасибо большое за звонок. Владимир Викторович, вот так спросил. Ну, достоверно мы не можем сказать. У нас есть документ, у нас есть паспорт воинского захоронения. Составлялся он крайне давно. Несколько было волн смены этой документации. И эти волны смены документации, они, например, других памятников вносили путаницу. То есть там кого-то перезахоранивали, что-то переносилось. То есть на данный момент мы не можем сказать достоверно, есть ли там захоронение. Это может выяснить только полевое исследование. Но однозначно, что это захоронение там было. То есть если оно сейчас неизвестно, возможно, коррекционально, но оно было. То есть в любом случае летчик погиб, был захоронен. И наша задача, как поискового, установить историческую правду. И по большому счету для нас совершенно не важно, там лежат ли там останки. Это памятник человеку, который погиб за свою родину. То есть не важно, где он лежит. У нас там в каждой деревне мемориалы с фамилиями земляков, которые ушли на фронт и где-то погибли там на западных территориях, защищая свою землю. Поэтому здесь факт вот этой исторической достоверности, он в конечном итоге, я уверен, опираясь на поисковую полевую работу, он прояснится. И мы узнаем гораздо больше. И может быть даже все ахнем, насколько эта история, она вот таилась там десятилетия. И насколько вот наша местная земля богата такими вот героями, героическими событиями. Местные жители, дачники до сих пор с трепетом относятся. Мы когда приезжали на, как мы называем, досъем, да, картинки, видеоматериала, к нам вышла девушка, спросила, а что это вы тут вообще снимаете? Мы говорим, да вот приехали летчика Аркадия снимать, потому что наши поисковики нашли самолет, может быть, взаимосвязано. Она говорит, очень здорово, обязательно об этом расскажите, потому что это то, что нужно обязательно рассказывать. И, конечно, хочется, чтобы все-таки тайна летчика Аркадия была раскрыта. Я хотел бы обратить внимание на сам памятник, да. То есть здесь надо дать дань памяти Бабурину Виктору Васильевичу, да, который и этот памятник, и массу других памятников на территории бывшего Яршовского сельского поселения, а сейчас территориальное управление Яршовское привел там в идеальнейший порядок. И этот порядок, слава богу, поддерживается, потому что Виктора Васильевича, к сожалению, с нами больше нет, но есть, так сказать, те, кто подхватил у него знамя вот этой памяти. Поэтому большое спасибо людям, которые заботятся на местах, в сельских поселениях о воинских мемориалах. А работа поисковой вот в этом лесу Липки-Ларюшина будет продолжена в этом сезоне или уже на следующий год? Нет, мы продолжаем эту работу. Буквально в ближайшие выходные наши отряды выезжают в деревню Липки. Мы будем опять продолжать, как сказал Антон Валерьевич, по-квадратно исследовать территорию этого. Сейчас нам проще, потому что листва опадёт, видимость в лесу увеличивается, можно где-то пройти рядом и не увидеть какие-то фрагменты. Нам бы зацепиться за маленькие кусочки, как говорится, дюраль алюминия. Может быть, какие-то железные фрагменты этого самолёта, по которым мы потом могли бы дальше продолжить наш поиск, сужая его всё время для того, чтобы определить максимальное количество фрагментов, где находится, и уже найти знаковые, значимые детали с номерами, уже по которым можно было бы определить, какой это самолёт, какой заводской номер, кто на нём летал, где судьба тех членов экипажа, которые летали на нём. А давайте немножко углубимся в техническую часть вопроса, вот как осуществляется поиск. Очень часто тоже спрашивают, а вообще, как они там ищут, что они, с металлоискателем ходят, с чем они там, какое оборудование используют. Вот как это всё происходит? Что нужно для того, чтобы поиск увенчался успехом, ну, кроме, конечно, самих поисковиков? Ну, в первую очередь, желание. Вот, поисковики, они, если все свободные минуты отдают себя вот этому поиску, ну, вы правильно сказали, металлодетекторы, которые позволяют определить наличие металла в земле. Вот я так понимаю, что они бывают разные ещё металлодетекторы. Все у нас есть. Есть стандартные, которые на небольшую глубину, и они, в общем-то, при таком площадном поиске в основном используются, потому что всё, что упало, оно лежит вот где-то там недалеко от поверхности. Для точного поиска, когда уже начинаешь раскапывать какой-то фрагмент, там, мелкий, невозможно поймать вот этой катушкой, пинпоинтер, маленький, красного цвета бывает, называют, морковкой дети, ребята, значит, поисковики, и, собственно, точечно, там, два с половиной сантиметра, вот он вылавливает небольшой фрагментик. А есть глубинные металлоискатели, то есть вот как раз та история на поле, о которой мы ещё будем касаться сегодня, она вот сыграла как раз специальные приборы, металлоискатели, которые берут на большую глубину, чувствуют. Вот, кстати, любой поисковик справится с этим оборудованием или какие-то специальные навыки, нужно где-то учиться, может быть, надо? Вы знаете, все поисковики, они прошли школу обучения у нас для молодых поисковиков, у нас ежегодно устраивается учебная вахта памяти, где они проходят обучение, навыкам обращения с приборами, вот, и технология поиска. Вот такая учебная вахта памяти в этом году проходила в Можайском районе, вот, и все поисковики, которые там побывали, прошли обучение. Поэтому все умеют. Вот для регионального вахта памяти надо отдать должное главному управлению социальных коммуникаций, которые поисковые движения поддерживают из года в год, и вот такая традиция уже появилась в прошлом сезоне проведения таких общеобластных вахт памяти, именно учебных, в местах, где не настолько там жёсткие бои были, что там везде минные снаряды валялись, да, именно для подрастающего поколения поисковиков, для юных членов поисковых отрядов школьного возраста, студенческого, то есть их собирают вместе, там, 150-200 человек, делят на команды, и для них учебная программа в течение, там, 5-6 дней. И, там, допустим, до обеда лекции, после обеда полевая работа. И вот они на живых примерах, руководствовались, там, вот старшими товарищами, действительно и полевой работой занимаются, и вот такие азы, там, и архивного поиска, и, значит, там, анатомии, и приборного поиска, картографии, ориентированной местности, установки полевого лагеря, вот это всё изучают и становятся, в общем-то, такими высокого уровня поисковиками с туристическими навыками и со специальными. Вот. А то, что касается металлоискателей, это, конечно, хорошо вот при таком площадном поиске, где вот такая классическая поисковая схема, а стандартный, в общем-то, поиск, это сначала архив, выявляется место боевого столкновения, сопоставляются исторические карты со спутниковыми снимками, определяются точки, выход на местность, определение, что да, что-то есть, там, опять-таки, площадной поиск, чтобы понять, что есть подъёмный материал, значит, стоит к этому месту уделить там особое внимание, и после этого, в основном, лопата, как поисковики говорят, единственный прибор поисковый, который там никогда не обманет, это лопата. Потому что там раскапываются все ямы, окопы там в крупных блиндажах, если не целиком, то шурфы какие-то по углам, по центру, чтобы не пропустить возможное местонахождение человеческих останков. Потому что, ну, зачастую в нашей местности таких фактов полно, когда на человеке погибшем, на нём нет крупных металлических фрагментов, и состояние останков настолько плохое, что даже поисковый щуп, которым вот пробивается земля, он не останавливается, да, ни во что не упирается. И только раскопки позволяют с чистой совестью потом это место покинуть и сказать, что да, мы здесь отработали, здесь ничего нет, или да, найден солдат, и он будет достойно захоронен. Техника, в общем, это хорошо, но человек это... А человек с техникой это ещё лучше, вот, наверное. Ну, вообще-то нужно живым людям, да. Ну, безусловно. Поисковики Одинцовского округа провели поисковую разведку в районе деревни Труфановка под Кубинкой. В ходе работы им удалось обнаружить крупные детали самолёта времён Великой Отечественной войны и захоронения лётчика. Подробности в нашем материале. У нас небольшая техническая заминка, но я уверена, что сейчас режиссёр всё быстро исправит. А вот цилиндры. А, нет, это привод. Сантиметр за сантиметром. Поисковики ловко орудуют лопатами. Впереди самая сложная часть работ. Предстоит извлечь двигатель самолёта для детального изучения. Крупную находку времён Великой Отечественной войны сделали накануне, хотя фрагменты кабины боевой машины обнаружили ещё весной. Но началась посевная, пришлось ждать до осени. Глубины металлоискателя на большой глубине были локализованы крупные объекты. Были начаты тут же раскопки разведывательные, шурфы были заложены. И действительно были обнаружены скопления крупных фрагментов самолёта. Именно там сейчас происходят раскопки двигателя с винтом. Деревня Труфановка. Неподалёку аэродром Кубенко. Возможно, именно оттуда и отправился в последний полёт найденный самолёт. Вечный покой лётчик обрёл рядом со своей боевой машиной. Кто-то заботливо похоронил его, укрыв кусками расколотой бронеспинки сиденья самолёта. Это просто лётные петлицы, которые были на кожаном плаще. Вот это кубарь и то же самое, видите, эмблема авиации. Вдобавок к этому значок ГТО. Но всё это никак не поможет поисковикам узнать имя и фамилию погибшего лётчика. Одна надежда на бортовые номера самолёта. Двигатель самолёта – это основной узел и это номерные детали. И именно по этим номерам на двигателе, на других ключевых узлах самолёта мы обязательно установим, что это был за борт. Мы установим члены экипажа. За раскопками внимательно следит Павел Капустин. Он старший лётчик авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летает на МиГ-29. Поисковики робко предполагают – найденный самолёт, тоже истребитель. И тоже МиГ. Ещё на меня! Вот. Надо даже двигаться? Давайте. Всё, опускай. Крупные детали боевой машины извлечены. К их изучению приступают специалисты. За считанные минуты заслуженный военный лётчик России Александр Горнов определяет, что это был за самолёт. Компрессор. Генератор, по-моему, Александр. Это 100% МиГ-3. Потому что ни на одном больше самолёте турбины вот этой не было. МиГ-3 – самый скоростной самолёт на начало Великой Отечественной войны. Развивал скорость до 640 км в час. Судя по найденной номерной шильде, разбившаяся боевая машина была выпущена в октябре 1941 года. МиГ-3 – это истребитель времён Второй мировой войны. Использовался большей частью в системе ПВО в Москве. Он высотный истребитель. Почему? Вот компрессор, чтобы сохранить высотность. У него нагнетатель стоял. До 12 км? До 12 км мог, да. Детали найденного самолёта передадут в музей, а останки лётчиков – храм села Акулова. Поисковики всё же надеются, что им удастся установить имя и фамилию погибшего героя Великой Отечественной и, возможно, найти его родственников. В прямом эфире УТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим, подвозим предварительные итоги поискового сезона в Одинцовском округе. 8495-508-86-84 телефон прямого эфира. Антон, какие поисковые отряды принимали участие в том полевом выезде, о котором шла речь в сюжете? У нас в итоге тоже вся дружная команда там собралась. Дело в том, что мы несколько дней работали, потому что большая площадь, большой объём. Но приоритет, конечно, у нас был за мощной командой Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь», потому что они там местные, у них там наибольшие усилия. И, так сказать, большое им спасибо, что они подключились и эта работа была проведена и закончена в основном благодаря этой команде. А вот, собственно, так мы плавно перешли к ещё одному герою сегодняшней программы. С нами по видеосвязи руководитель Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь» Алексей Леонидович Кобяков. Алексей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Леонидович, вы с нами. Вот, к сожалению, нет звука. Сейчас мы этот технический момент быстро устраним, и звук у нас появится. А я напоминаю, что совсем недавно поисковики Одинцовского округа в районе деревни Труфановка нашли фрагменты, крупные фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны. Алексей Леонидович, вы нас слышите? Да, слышим. Отлично теперь, и мы слышим вас. Алексей Леонидович, расскажите, пожалуйста, как вам удалось найти фрагменты этого самолёта? Никак не хочет звук наш настраиваться, но техника, люди не подводят, а вот техника, к сожалению, несовершенна. Сейчас наш инженер эту проблему быстро решит, мы в него верим, Алексей Леонидович. Вот Алексей Леонидович с нами, но пока его не слышно. Давайте вкратце наполним. Надо сказать, что для Одинцовского городского округа вот этот факт, он достаточно интересный и редкий. Мне кажется, даже не только на уровне Одинцовского округа. Я думаю, что на уровне Западного Подмосковья. Это тоже событие, когда вот так внезапно, там, среди ровного поля найден самолёт, да, место падения. И обычно, как бы, такие артефакты, они на большой глубине. Уходят двигатели, там, на 4-5 метров. Здесь, в общем-то, поисковикам повезло, что всего 2 метра ушёл двигатель, там винт был найден, куски обшивки, куски лонжеронов, крупные фрагменты. И это колоссально обладает исторической, музейной ценностью. И, собственно, это, если в истории с Липками нам приходилось эту шильду просеивать руками землю на большой площади, то здесь, как бы, вот эти огромные агрегаты самолётные, там, двигатель сам номерной, там, редуктор и масса других крупных узлов, они все номерные. И по этим номерам, там, максимально быстро удалось установить, что это был за борт, про каких обстоятельствах это авиационное происшествие произошло. И в итоге, как жаль, что Алексей Леонидович не может нам это лично рассказать. Вот мы надеемся, что он нам всё-таки расскажет. Мы верим в нашу технику. О поисках родственников, о том, как имя лётчика установили, конечно, это самое интересное. Вот мы сейчас анонсируем. Анонсируем. Мы анонсируем, что уже установили имя лётчика, что, возможно, нашли его родственников, но надеемся, что нам об этом расскажет Алексей Леонидович. А может быть, такая пока историческая справка вообще, что на этой местности происходило в годы Великой Отечественной войны? Вот насколько я поняла, местных жителей там не было по определённым причинам, наверное, всем понятно. Местные жители, на удивление, там вспоминают истории старожилов. Истории старожилов, что да, вот действительно, там же не всегда была прифронтовая полоса. Алексей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Наконец-то мы вас слышим. Алексей Леонидович, расскажите, как вам удалось обнаружить фрагменты этого самолёта? Ну, я хотел бы немножко поправить вас. Не нам именно, а это совместная работа. Первоначальная информация была вот как раз Антона Валерьевича Кузнецова и поискового отряда «Китиш». Они выдвинулись на место, предложили нам совместно провести поиск на этом поле, которое находится в районе Неритруфановка. Вот. И вот при проведении поисковых работ, когда было локализовано место падения самолёта, буквально в 3-4 метрах от него один из ребят нашего отряда на глубинный прибор, о котором как раз Антон рассказывал, был найден металлические детали самолёта, под которые оказались разбитой бронеспинкой самолёта, а под ними находилось тело лётчика, пилота, завёрнутого в парашют, и на нём был надет кожаный плащ. Дальнейшие при проведении сгумационных работ были найдены как раз вот эти личные вещи, знаки различия, что позволило идентифицировать его звание. Это младший лейтенант авиации, лётчик. Дальше работы уже велись направлениями как нашего отряда, так и участниками всех работ, и Китиш подключался, и мы привыкали ребят из различных других поисковых организаций, которые имели доступ к архивным документам. Это позволило нам сформировать какой-то определённый объём информации применительно к данному месту. Ну а последнюю точку поставил именно номер двигателя, и, конечно, это был номер самолёта. Уже через неделю мы выезжали на место поиска, когда под руководством Антона Валерьевича дорабатывалась территория, были найдены более крупные детали, фрагменты самолёта, это воздушный баллон, ещё некоторые элементы, и лючок с номером этого самолёта, который подтвердил, что номер самолёту, номер двигателя соответствует самолёту, на котором летал лётчик, погибший 24 октября 1941 года. И теперь мы знаем, как этого лётчика зовут, правильно я понимаю? Да, мы знаем, как его зовут. Мы уже, благодаря мощной поддержке соцсетей, нам удалось остановить его семью, родственников его, связаться с ними, и мы надеемся, что годовщину, 80-ю годовщину его гибели, они прибудут на место гибели, поклоняться их праху, их родственников, которые находятся, как сказал Антон Валерьевич, в храме деревни села Акулова, в кубинском городском поселении, и прибудут в музей, где находятся фрагменты этого самолёта. А как же герой зовут? Давайте назовём его имя. Ну, я хотел бы, чтобы всё-таки именно назвал Антон Валерьевич, потому что, ну, от него эта подача была, он руководил идеологией полностью поиска и окончательную точку я хотел бы, чтобы поставил он, потому что вот последнюю информацию по родственникам он получил уже вот буквально сегодня на днях. Тогда мы, да, обязательно после адресуем. Совершенно верно, Алексей Леонидович говорит, что буквально сегодня связывались с родственниками, младшего лейтенанта Щербатых Александра Ивановича. Вот. И сейчас мы уже можем говорить, смело называть фамилиями отчества, потому что у нас несколько дней назад, благодаря поддержке других поисковых объединений, которые занимаются авиапоиском, мы получили фотокопию документа. Это описание самолёта, не вернувшегося с боевого задания. Номер совпадает, и там обозначено имя лётчика. Через соцсети была найдена семья в Липецке. Там первая дочь этого человека. И семья их в Подмосковье была найдена. Разговаривал сегодня с внуком. В общем-то обсуждается, действительно, как Алексей Леонидович сказал, вот это мероприятие памятное, чтобы семья встретилась на месте, где сражался и погиб их дед. Да, то есть это дорогого стоит. У нас есть военные артефакты, как Алексей Леонидович сказал, там знак ГТО на грудной части парашютной системы. Такие реликвии, они, конечно, передаются и хранятся в семье. Вот интересная реакция внука какая была? Я думаю, мы вместе с вами встретимся с семьёй и это более плотно обсудим. Реакция внука была, в семье человека помнили. То есть там внук очень изучал историю, сейчас доступны архивы в открытом доступе через интернет. Он изучал боевой путь, он там название, там перемещение его по войсковым частям озвучивает. То есть в семье солдаты ждали. И вот были на 90-е 80 лет московской битвы. И вот такое знаковое событие здесь у нас под Кубинкой. Алексей Леонидович, когда проводили раскопки, говорили, что это не единственный самолёт, который может находиться на этом поле. Действительно ли это так? Да, дело в том, что в этом районе были активные боевые действия в ноябре-декабре 41-го года. И мы, конечно же, основной цель это поиск солдат 8-2-й стрелковой дивизии, мотострелковой, которую мы там ведём. И вот при проведении архивной работы в одном из донесений было обнаружено сведение о том, что разведчики вот этой дивизии во время одного из поисков наткнулись в районе деревни Труфановка на сбитый советский самолёт И-16, рядом с которым лежало тело лётчика. Естественно, так как они находились в разведке, в тылу немцев, захоронить останки лётчика им не удалось, а место это находилось в лесу, достаточно труднопроходимым. Поэтому у нас есть предположение, что останки лётчика до сих пор могут там находиться. Единственное, нам необходимо теперь определиться с местом падения самолёта. По другим документам, которые удалось найти, нигде упоминаний о самолёте нет. Местные жители тоже про это ничего не могут сказать конкретного, поэтому вероятность того, что пилот также находится на месте гибели самолёта, достаточно высокая. Поэтому поиск мы там будем продолжать, может нам повезёт, и мы установим место гибели и найдём останки погибшего ещё одного пилота. Спасибо большое, Алексей Леонидович, что были сегодня с нами. А я напоминаю телезрителям, что по видеосвязи с нами был руководитель Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь». Ну, времени у нас осталось совсем немного, поэтому поговорим о планах. Вот план на следующий год. Когда пора будет составлять или, может быть, он уже в процессе? Планы уже составлены? Уже составлены, да. То есть те же самые задачи, озвученные Алексеем Леонидовичем и по липкам, по авиапоиску, они у нас остаются, но мы не сосредотачиваем все силы. У нас есть и задачи по боевым позициям пехоты, нарвотные, которые надо тоже выезжать и планомерно отрабатывать. У нас есть партизанская тематика, да, по Солнцеву Сергею Ивановичу, по базе русского партизанского отряда. Мы неоднократно обсуждали с вами на передачах эту историю, уникальную тоже и для Подмосковья, и для Тенцовского округа. И сейчас мы вот совместно всеми отрядами перемежаем вот эти задачи по авиапоиску, там, по исследованию партизанской базы. Вот предыдущие выходные были составной такой командой, группой на партизанской базе. Планомерный небольшой кусок местности обследуется металлоискателями, наносится это на планшет, на схему местности, и по вот этим скоплениям находок вырисовывается какая-то историческая картина, как раз вот эта классическая военная археология, такая, какая она есть, такая, какая она должна быть. То есть мы видим место боя, закрытый комплекс. Там 80 лет назад случились события, и с тех пор там, ну, какие-то туристические группы бывали, там, консервные банки и так далее. Остальное все вот так и лежит. У нас уже есть там интересные находки, открытия, но об этом, я думаю, будет отдельно и когда будет массовый результат. Я так понимаю, что Вымпел тоже будет в этом участвовать? Да, мы вместе принимаем это участие. Там наши все три отряда, которые выезжают и проводят. Я еще хочу добавить, что в последнее время нам большую помощь оказывают местные жители, которые ходят по грибы, по ягоды, по лесам, находят какие-то предметы, которые имели отношение к Великой Отечественной войне, звонят, присылают эти фотографии. Мы выезжаем на местность, проверяем для того, чтобы определиться. Наша основная цель — это увековечение памятник защитников Отечества, тех людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы сейчас жили. Так что наша — это основная задача. Спасибо большое за вашу работу. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...